Сегодня мы с вами будем учиться делать презентации. Можно сколь угодно долго спорить о необходимости этого навыка, но со статистикой не поспоришь. 80% людей воспринимают информацию лучше, качественнее и полнее именно зрительно, то есть с помощью глаз. Наверное, именно с этим и связана всё более возрастающая популярность такой вещи, как презентации. Сегодня нас будет учить этому наш эксперт Станислав Пятников, бизнес-тренер. Здравствуйте! Здравствуйте! Станислав, ну расскажите, давайте вот с самого начала, почему в действительности так модно и так популярно стало делать презентации? Сложно сказать. С одной стороны, наверняка эта мода пришла к нам с Запада, где очень многие вещи подаются в виде презентации. С другой стороны, у нас она, кажется, вышла за берега. То есть у нас принято всё подавать в форме презентации. Годовой отчёт, бухгалтерский, что-то там, какие-то такие вещи рассказывают. Хотя презентации служат, ну по большому счёту, и призваны служить одной цели. Убедить ваших собеседников в чём-либо. Вот, то есть она вам нужна только, когда у вас стоит такая задача. Ну, то есть если цифры, то убеждать никого не надо, что эти цифры друг с другом сошлись. Конечно, вы просто рассылаете всем по электронной почте отчёт, все его читают, вы всех собираете и говорите, вопросы если есть, я готов на них ответить. Всё. Не нужно мужчине. Так, теперь давайте, знаете, давайте пойдём по самому основному, потому что у нас обычно бывает как, уходит от нас эксперт. Говорит, ой, я так много ещё сказать не успел. Давайте попробуем всё успеть сказать про презентации. Что самое главное в презентациях? Наверное, самое главное – это структура. Убеждающая структура, то, как вы подаёте информацию, собственно говоря. Вот это ключевое, она должна у вас быть. Ведь оформление, дизайн, они, наверное, тоже играют роль, да, потому что они облегчают восприятие, они работают на некоторую симпатию аудитории, но без чёткой структуры, ну, правильной, всё это не имеет смысла, это просто красивые картины. Какая должна быть структура? Есть несколько вариантов, давайте я дам самую такую типичную. Давайте. У вас должно быть хорошее, чёткое вступление, на котором вы поясняете, кто вы, почему вы рассказываете эту тему, почему вы компетентно рассказываете эту тему, для того, чтобы повысить доверие вашей аудитории к вам, если вы, например, перед незнакомой аудиторией выступаете. Дальше, что нужно сделать, вам нужно создать некоторую проблематику, то есть сказать, что, ребят, ну вот, посмотрите на ситуацию, всё не так радужно, как могло бы быть. Потом вы говорите, есть хорошая новость из этой ситуации, есть прекрасный выход. Рассказываете о решении. И последняя часть стимулирующая, призывающая людей какое-то действие совершить без неё, бессмысленная тоже презентация. А вот как принято в начале презентации, буквально первым-вторым слайдом, писать содержание презентации, это нужно? Этим можно пренебречь. Вы можете легко, элегантно выйти, сказать, коллеги, сегодня я расскажу вам о трёх важных вещах. Первая из них, рассказываете её, потом говорите, вторая вещь, о которой я сегодня хотел бы поговорить, рассказывать о ней. Ну и третья вещь, которая сегодня для нас максимально важна, это вот это. И вам этого будет достаточно, ненажно забивать голову. А в конце вот это вот, спасибо за внимание. Да, спасибо за внимание, это, конечно... 90% презентации всех заканчиваются слайдом, спасибо за внимание. Да. И если мы помним, что цель презентации – это убедить людей в чём-то и побудить их совершить какое-то действие, то этот слайд абсолютно бессмысленный. Я приведу вам пример. Представьте себе, что вот я в вас страстно влюблён, мы с вами уже какое-то время встречаемся, я решил сделать вам предложение. Значит, я заказал лучший ресторан, музыканты, цветы, я надел свежие носки, это важно. Прекрасно играет музыка, у меня бьётся сердце, я волнуюсь, я говорю, Ольга, мы с вами встречаемся не так давно, всего 6 лет, но я успел за это время полюбить вас, я встаю на колено, достаю, значит, вот камень, бриллиант, кольцо и говорю, спасибо за внимание, и ухожу. Как вы думаете, у меня большие шансы с вами сочетаться браком? Ну, примерно то же самое и у аудитории, когда вы всё рассказываете, подводите аргументом, говорите, спасибо за внимание, максимум, что у вас запомнят, что вы вежливый оратор. А какой должна быть логическая концовка? Логическая концовка должна быть призыв к совершению какого-либо действия. Вот самое важное, с чего нужно начинать презентацию, вам нужно понять, какое действие вы хотите, чтобы ваша аудитория совершила, и способна ли она это действие совершить. Ну, то есть, она должна что-то заказать, одобрить, подписать, позвонить, куда-то записаться, то есть, какое-то действие целевое она должна совершить, и вы должны понимать, может ли она это действие совершить. Потому что, знаете, бывает такой анекдот очень хороший есть. А Кашпировские с другом гуляют по городу, и друг говорит, слушай, ну ты что, правда, вот великий гипнотизёр, можешь всё? Он говорит, конечно, смотри, он видит шакно на четвёртом этаже? Сейчас оттуда выпадет телевизор, значит, напрягается, напрягается, оттуда бат, холодильник выпадывает. Друг такой, я не понял, Кашпировский, сейчас всё будет. Напрягается, напрягается, оттуда стиральная машина выпадывает. Друг такой, подожди. Кашпировский говорит, сейчас, закатывает рукава, настраивается, хоп, а оттуда микроволновка вываливается. И крик такой, ну нет, у меня телевизора. Ну, то есть, ваша аудитория может просто не в состоянии вам дать то, что вы от неё просите. И вы можете делать сколько угодно классную презентацию, но если у людей тупо этого нет, или они не могут это сделать, то всё бессмысленно. Вот смотрите, основная цель презентации – воздействовать на наше сознание и подсознание. Ну, в определённой степени, да. Главный инструмент для этого – креатив, правильно? Нужно сделать что-то такое, подать обычную информацию так, чтобы она заинтересовала, правильно? Ну, во многом, да, совершенно верно. С помощью чего? Есть несколько моментов. Первый из них – это структура информации, которую вы подаете. То есть, вам нужно подать какой-то, ну, например, условно говоря, если мы говорим там, более приближённо возьмём, например, а вы мне говорите, у этой машины V-образный двигатель, да, и у вас есть законный вопрос сказать, ничего. Да, вот я, например, в машинах не понимаю ничего, и я, когда приходил покупать автомобиль, у меня продавец говорит, у этой машины V-образный двигатель. Я говорю, а можно посмотреть машины с другими буквами алфавита? Вот, потому что для меня это ни о чём не говорит. То есть, надо говорить, это вот у этой машины V-образный двигатель, что делает её более мощной. А это, в свою очередь, позволит вам добираться до места быстрее. То есть, когда вы расписываете человеку, в чём польза того, что вы ему предлагаете, это во многом ему помогает. И здесь нужно включать, безусловно, эмоциональную составляющую, добавлять какие-то картинки. Вот как это сделать? Меня, например, напрягает обилие картинок в презентации. Мне всегда кажется, что это попахивает неким, знаете, инфантилизмом. Детский сад. Картиночков туда настали. Всего должно быть в меру. Вам нужны и цифры, и картинки. Поясню, почему. Картинки нужны во многом потому, что они создают некоторую эмоцию, вызывают эмоцию. А эмоция вызывает, в свою очередь, вызов гормона дофамина в мозгу, что заставляет информацию лучше запоминаться. То есть, если вы видите информацию рядом с ней какую-то яркую картинку, то вы эту информацию запомните лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, как это ни парадоксально, большинство решений мы с вами принимаем эмоционально. А потом уже наш рациональный мозг объясняет нам, почему это хорошо. Поэтому в презентации должны быть и картинки, цифры. Когда человек посмотрел картинку, эмоции, вы его убедили, он себе внутри сказал, да. А мозг, он говорит, ну ты поступил совершенно разумно, потому что вот цифры, вот показатели, вот параметры. Хотя на самом деле информация, ну и решение было принято абсолютно эмоционально. Как правильно подбирать картинки и подписи к ним? Здесь есть несколько моментов, несколько вещей. Ну, на тренингах я очень часто говорю про колесо метафор, так называемое. То есть вы берете, например, нам нужно описать сотрудничество. Вы пишете, что такое сотрудничество. Это объединение ресурсов для взаимного достижения чего-то. Потом думаете, а какие еще вещи, да, соответствуют этому, там, нож и вилка, да, там, соль, перец, не знаю, там, водка с пивом. Вот, то есть они наглядно иллюстрируют. Ну и короткую подпись под этим делаете. Какую подпись можно под солью с перцем? А здесь важна информация, которую вы хотите донести. Например, вместе лучше, да, то есть там, или дополняя друг друга. Ну, то есть вот... Партнерство, если мы говорим о партнерстве, например. Вот. И это ключевая мысль, которую ваша аудитория запомнит. А совместима ли серьезная презентация в какой-то серьезной компании с какими-то анимационными эффектами, с музыкой? Безусловно, совместимый вопрос в том, как вы это используете. Вообще, правило некоторой золотой середины, да, его нужно придерживаться. Все хорошо в меру. Например, если у вашей презентации есть какая-то информация, которую вы представили в виде пунктов, то вам анимация жизненно необходима, потому что вам нужно сделать так, чтобы у вас появился пункт, вы про него рассказываете. Остальных пунктов видно быть не должно. Чтобы они не мешали. Конечно. И так, чтобы по очереди информация поступает для человека постепенно, поэтапно, и он ее лучше запоминает, концентрируясь на том, о чем вы сейчас рассказываете. А если, ну, есть же там такая функция музыки? Есть, но она вам не нужна. Зачем напрягать человека ненужными вещами? Ну, то есть в перерыве или перед презентацией, когда у вас только собираются гости, да, они рассаживаются, ну, легкая музыка, какое-то слайд-шоу, они уместны. Все остальное время это будет вас, будет отвлекать людей по факту. Ну, это вы так думаете. А давайте узнаем, что думают наши горожане по поводу презентации, как они используют эффекты презентации, и вообще умеют ли они ими пользоваться. Здравствуйте. Корреспонденты ЮТВ, как обычно, проводят опрос утерки. Как же правильно презентовать свой продукт? И на что сделать акценты? Сегодня выясним у жителей Екатеринбурга. Уверенность в себе и четкое изложение фактов. Я думаю, это важно самое. Смысл самое главное, мне кажется, и философия. Наверное, краткий слоган какой-то, что-то запоминающееся, что сразу приходит на ум. Ну, яркая картинка, наверное, все вместе сразу. Думаю, не должно быть много отвлекающих каких-то деталей. Должно быть четко, конкретно, ну и ярко тоже, чтобы привлекало внимание. Ну, презентация проекта не нужно долго рассказывать. Нужно конкретно, четко его свойства, какие плюсы-минусы, и какие выводы из этого все. Мне кажется, в совокупности все. Потому что и зрительно же воспринимать важно, и если что-то говорят, одно другому не мешает, это точно. Но если с речью проблемы, допустим, как у меня, то лучше побольше изображений дать. Мы говорим о презентациях. Станислав, вот эта девушка сказала, что презентация не должна быть долгой. А сколько оптимально должна длиться презентация? Все на самом деле зависит от аудитории и от того, какую информацию вы хотите преподнести. Но оптимально от 10 до 40 минут больше не стоит. А какую информацию можно преподносить презентацией? Своё резюме, какую-то новую идею, новый проект, что? Совокупность этих фактов на самом деле вы можете преподносить и то, и другое, и третье. Потому что вы когда подаете резюме, ваша цель, ну, условно говоря, продать себя компании. Поэтому презентация вполне уместна. Я даже знаю и видел людей, которые в PowerPoint делают своё резюме, рассылают его и, в общем-то, имеют высокий опыт. Вот вы очень, кстати, сказали про PowerPoint. А какие ещё программы необходимы для того, чтобы делать презентации? Для того, чтобы делать вот самые крутые, классные презентации, вам нужно две программы. Этот секрет раскрываю, никому не говорите. Первая из них – это Word. Вторая – PowerPoint. Всё. Вам больше ничего не потребуется. Я, ну, по роду свидетельности, занимаюсь разработкой и созданием презентаций. По факту у нас такая... Иначе бы мы вас не пригласили. Да, у нас первая компания такого рода в Екатеринбурге, еще на Урале. И мне часто очень клиенты говорят, а можно нам какую-нибудь, вот, знаете, такую суперпрограмму, чтобы она прямо вот делала-делала. Мне всегда это, знаете, напоминает такую историю, когда к великому гуру пришла пара, мужчина-женщина, говорят, о, великий гуру, научи настантрическому сексу. Гуру на них так посмотрел, говорит, вы уверены, что вы в обычном всех вершин достигли? На самом деле, первое, что... Такие советы первое. Презентацию всегда начинаете делать в Ворде. Потому что когда вы начинаете делать ее в Пауэрпойнте, это размывает... Сама программа размывает акценты. Вы начинаете думать картинками, мыслить клипово. Это не очень правильно. Сначала напишите всю структуру в Ворде, а потом просто перенесите ее в Пауэрпойнт, уже подумывая над визуализацией. Не наоборот. То есть не надо начинать делать в Пауэрпойнте. Потому что первое, что вот открывают Пауэрпойнт, пишут название, думают, ну сейчас как-то вот попрет. Плюс Ворд ошибки проверяет. А в Пауэрпойнте, по-моему, не проверяется. Очень хорошие вопросы приходят от вас, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что мы выходим в прямом эфире. Продолжайте нам писать, продолжайте задавать вопросы, комментировать. Телефон прямого эфира 376-45-88. Адрес нашего сайта якбург.тв, адрес скайпа етв, нижнее подчеркивание тв. Расскажите самые частые ошибки в презентациях. Какие, спрашивает наша зрительница. Слишком много информации. Пытаются запихнуть и на слайд, и в саму презентацию. Вы пытаетесь рассказать обо всем. Приведу вам простой пример. Когда Стив Джобс впервые презентовал айфон, в айфоне было 200 инноваций телефонных. Он рассказал о 10. Вот выберите самое основное, самую суть, самую главную. То есть вот суть какая? Есть такая штука, называется она лифтовая презентация. В Америке очень распространенная практикующаяся штука. Там стартапы, люди, которые придумывают бизнес, ищут инвесторов. Вот такие инвесторы, стартаперы пошли искать инвестора, и он их встретил по дороге в лифт. Он говорит, ну вот я пока вниз еду, у вас есть время объяснить мне, о чем это. То есть вот ваша презентация в случае чего должна быть сокращена до 6 минут. Поэтому подумайте, что самое важное, что самое ценное, и не запихивайте всего остального в презентацию. Вот лучше меньше, но качественнее. Сейчас динамично все меняется, постоянно какие-то новые фишки в презентациях. Что сейчас в тренде? Какой-то человек, который в теме задал вопрос. Во многом используется, с одной стороны, сейчас два таких направления очень серьезных. Это, безусловно, мультипликационная вещь, наверстывание инфографики мультипликационной, такой мультяшного, такого, может быть, стиля больше. А второе – это интерактивные всяческие вещи, когда там лектор где-нибудь пишет на специальной панели, и на экране все это отображается, появляется. Плюс он там подходит руками, все это передвигает. Людям это очень нравится, хотя смысла в этом особого нет. Вам, на самом деле, для того, чтобы провести нормальную презентацию, даже слайды, по большому счету, не нужны. Вам нужна ручка, бумага, ну или вот… Клепчар. Да. Всё. Всё.